Шаг со звездой Шаг со звездой Шаг со звездой Понятно, что значимость огромная, но какая на ваш взгляд? Ну сейчас она, наверное, больше значит, чем когда-либо, потому что действительно конкурс это то место, где можно проявить себя, где можно себя показать. Но действительно, что их сейчас очень много и они уже потерялись. Зачастую бывают такие мероприятия очень непонятные, где люди много тратят усилий, а выхлоп никакой. Поэтому хотелось бы, конечно, чтобы... Мне просто многие потом пишут, такие конкурсанты, которые где-то задели хорошие места, но дальше у них ничего не пошло. Поэтому единственное, что хотела бы я пожелать всем, это все-таки суметь применить потом свои способности действительно на сцене, в шоу-бизнесе, в театре, в мюзикле. Потому что действительно, и знаете, что бы очень хотелось, потому что там у меня такое реформаторство в голове было с детства. Хотелось бы, чтобы вот в нашей опере, в Большом театре «Привет», конечно, чтобы они пели молодые исполнители. Чтобы они были молодые. Не вот такие, знаете, когда... Помню, в детстве, когда пошла в театр, у меня ломались стереотипы, когда ты приходишь, выходит и Аланта 16-летняя по сценарию, и это бабушка 40-летняя, ну, я, конечно, старшая, но ничего страшного. Вот, а выходит вот такая вот тумбочка, извините за выражение, начинает петь Аланту, рушатся просто все стереотипы, все эстетические восприятия, ощущения и так далее. То есть искусство все-таки оно искусство, правильно же? Оно же не естество, а искусство. Поэтому надо делать его красивым, чтобы это было молодо, грациозно и вокально. Поэтому, собственно говоря, конкурсы, дай бог, дадут таких же людей, которых можно здесь находить. Я бы на месте режиссеров выходила сюда и продюсеров, и находила бы себе такой стафф, как минимум. Не говоря уже о том, что какой-то большой дороги шумится, это уже там как повезет, сами понимаете. Мы, ни в каких конкурсах я не участвовала, раз и оказалась в популярной группе. Это называется подфортиво, так, на сленге, да? Ну, без этого никак, да, в шоу-бизнесе на самом деле? Да, да. А вот скажите, вы начали говорить про молодых исполнителей, да, у которых потом после конкурсов, да, ну, как-то вот не складывается в шоу-бизнесе. А как вы считаете, с чем это связано? С личностными какими-то качествами исполнителя или с тем, что все-таки не подфортило? Не подфортило, безусловно. Не может подфортить всем. Естественно, есть какой-то один шар, который выигрывает, а остальное и нет. Такого просто не может быть. Поэтому, и опять же, то есть найти своего какого-то продюсера, который сумеет в тебя поверить и так далее. И опять же, и очень важный репертуар, безусловно. Если петь всякую ерунду, понимаете, то понятное дело, что сколько ты не пой, как хорошо не пой, как ни странно, репертуар решает очень многое. Если бы в «Мираже» были какие-то другие песни, я не думаю, что сложилось бы все так же. Меня перед «Миражом» меня звали в группу «Москвичка». Где сейчас группа «Москвичка» и где ее солистки, хочется спросить. Я даже не знаю, где они. Ну, слушай, мы так медленно подобрались к еще одному вопросу, который хочу вам задать. Вот какими качествами нужно обладать молодому исполнителю? Кстати, это может сейчас прозвучать даже как напутствие конкурсантам, которые у нас сейчас здесь находятся. Я боюсь, пап. Не бойтесь. Какими качествами нужно обладать хорошему исполнителю для того, чтобы все-таки ему повезло и он пробился в шоу-бизнесе? Слушайте, я бы сама бы и знала, я бы воспользовалась, честно говоря. У меня тоже такая ситуация всегда была. Я слишком автономна для того, чтобы быть чьим-то проектом. Поэтому я осталась не в лодке. И «Миража» в том числе, и вообще в шоу-бизнесе. У меня теперь сложный характер. И со своим мнением, а это тяжело. Не все это любят. В основном любят таких более пластилиновых, более гибких людей. Более коммуникабельных. Хотя я достаточно коммуникабельна, но тем не менее не та коммуникабельность у меня. У меня любительство порассуждать. А здесь нужна именно такая открытость. Поэтому нужны именно чисто человеческие какие-то черты характера, натуры, которые раскроют этого человека и его просто будет заметным видом. Ну и харизматичность, безусловно. Я на фоне, я уж не говорю про голос и харизму, это понятно. Это непременные компоненты. И третий компонент – это, собственно, характер. С тяжелым характером будет тяжело. Надо иметь легкий, позитивный характер. Ну что ж, друзья, вы выслушали советы от Светланы Разиной. Поэтому успехов вам в покорении вершин шоу-бизнеса. Ну а мы отправляемся к нашим конкурсантам. Будем их оценивать и журить. Будем их оценивать.